Автовокзал уходит под землю. На площади Гарина Михайловского открылось подземное помещение междугороднего автовокзала. В нем расположены кассы и помещения для пассажиров. В перспективе будет сделан выход на станцию метро. Химия против пыли. Для борьбы с пылью дорожники начали применять специальный раствор. После высыхания он не дает пыли разноситься по ветру. Какой таксист самый лучший? В Новосибирске прошел конкурс на лучшего водителя такси. Победитель отправится на всероссийские соревнования. А теперь об этих и других событиях более подробно. Новый подземный автовокзал открылся на площади имени Гарина Михайловского. Большая часть комплекса, расположенного буквально в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала, находится под землей и вскоре будет соединена переходом со станцией метрополитена. О том, почему для города так важен этот объект, расскажем далее. Автобусная станция на привокзальной площади появилась еще в 2017 году и сразу же вызвала нарекания участия пассажиров. Толкучка была вызвана банальной нехваткой мест для ожидания своего автобуса. И само помещение небольшое, тесное, да и платформы были совмещены с остановкой городского транспорта, но это, понятно, могло вносить и определенную сумятицу. В ноябре прошлого года началось строительство подземного перехода с присоединением к переходу метрополитена, где разместили дополнительные объекты обслуживания пассажиров. В мае строительство было завершено и во вторник, 12 июля, состоялась церемония запуска этого объекта. В месте, где сходится наземный транспорт города Новосибирска, железная дорога и автобусные междугородные и международные перевозки. Здесь вот открытие фактически состояло сегодня в транспортном узле. По словам мэра, открытие этой автобусной станции решает сразу несколько задач и делает пользование этим видом транспорта более удобным и для горожан, и для гостей Новосибирска. Сейчас здесь своя территория, то есть мы предоставили возможность остановочному пункту создать не просто для отстоя автобусов, но и четыре перона комфортных, у которых есть выход из самого помещения. Интересное решение, посмотрите, здесь основные все службы, кассовый зал, место, где ожидают транспорта своего маршрута, находятся под землей. Такое местоположение экономит пространство площади и обеспечивает комфорт пассажиров, говорит Анатолий Локоть. Дело в том, что за счет инвестора к осени будет доделан выход прямо с автостанции на станцию метрополитена. Удалось благоустроить и прилегающую площадь, не потратив средств из городского бюджета. Все эти траты уже взял на себя инвестор. Объем вложений составил около 100 миллионов рублей. Так что площадь Гарина Михайловского постепенно преображается в лучшую сторону, становясь благоустроеннее и комфортнее. По словам специалистов, автовокзал в нашем городе перестал существовать как единое место, откуда можно было отправиться в путь. На смену ему пришли автостанции, расположенные в разных районах города. В чем преимущество данной схемы и стоит ли рассчитывать на появление новых пересадочных пунктов, рассказал депутат горсовета Андрей Гудовский. 658 квадратных метров, 474 из которых находятся под землей. Еще 184 составляет надземная часть. Так выглядит новый пересадочный узел на площади имени Гарина Михайловского. Впечатляет. Однако главный автовокзал города на Гусинобродском шоссе еще более масштабен. Однако минус больших автовокзалов в том, что далеко не совсем удобно добираться до того места, где он расположен. Поэтому в нашем городе сделали ставку на развитие автостанций в различных районах города. Открыв сегодня этот зал ожидания, транспортно-пересадочный узел, мы практически закрыли весь Новосибирск остановочными пунктами для международных, межобластных и межрегиональных маршрутов. Не исключено, что в будущем появится и новая автостанция в других районах города. Все будет зависеть от их востребованности, говорит Андрей Гудовский. Больше миллиона квадратных метров вводятся ежегодно. И сейчас уже наши строители строят не просто там точечные застройки, а они строят целыми микрорайонами. И поэтому сказать сейчас, что через 3-5 лет не понадобится, ну сложно. Впрочем, на данный момент пассажиропоток еще не восстановился до уровня предшествующего приходу коронавируса. В этом году он, конечно, увеличился. Еще же добавилось то, что у нас очень сильно начал развиваться внутренний туризм. Но, допустим, до потока, до количества пассажиров 19-го, 18-го, а еще и 16-го, если говорить, он не дошел. В дальнейшем этот пересадочный узел будет становиться более удобным для пассажиров, обещают сотрудники автостанции. В частности, появятся навесы, чтобы можно было без проблем подойти к автобусам в непогоду. Появится прямой подземный переход к станции метрополитена. А уже со среды, 13 июля, к услугам пассажиров круглосуточные билетные кассы, туалетные комнаты, места для зарядки телефонов. Помещения также оборудованы и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сделать так, чтобы наш город перестали называть Пылесибирском? Наверное, надо победить пыль. Проблема эта не новая, есть много способов. Сейчас в мэрии решили применить еще один. Дорожные службы стали применять метод уборки с применением противопылевых средств. Как это происходит, узнала наша съемочная группа. Начало весенне-летнего сезона из года в год в Новосибирске сопровождается скоплением грязи и пыли на дорогах и улицах. Причин много. Бесконечные разрытия, отсутствие асфальта в частном секторе, стройки, пресловутая песко-соляная смесь, ежедневное поступление пыли и грязи от автомобилей, от лысых газонов и выветривания цемента из зданий и дорог. Дорожные службы стараются изменить эту ситуацию. Теперь они начали применять новый метод уборки улиц с применением специального раствора. Этот раствор, высыхая, удерживает на поверхности проезжей части те пылевые отложения, которые, по сути дела, должны были подниматься в воздух. Срок удержания этой пыли на поверхности дороги варьируется от трех до семи дней. То есть раз в неделю обрабатывая этими растворами поверхность дороги, мы ее удерживаем на проезжей части и дополнительно другими способами уборки ее устраняем. Дополнительную уборку проводят при помощи вакуумно-уборочной и летнеподметательной техники. Работы ведутся круглосуточно. Особенно большое количество техники дорожники стараются выдвинуть на дороге после дождя. Когда мы занимаемся мойкой проезжей части в дождь, то нам легче убрать ее по той простой причине, что дождь размачивает все те отложения пылевые, которые скопились в лотковой части или на самой проезжей части. И поливомоечным машинам проще ее смыть в ливневку или сосредоточить где-то в грязи приемника. После того, за ними идет комплексом уборка вакуумно-уборочными машинами. Во влажной среде эти машины очень хорошо убирают пылевые отложения. После уборки концентрация пыли в воздухе снижается в несколько раз, говорят дорожники. Такая уборка проводится на территории железнодорожного Октябрьского Центрального и Зельцовских районов. На 22-й год, на сезон летний, мы приобрели порядка 530 с лишним кубов обеспыливающих материалов на сумму в 10 миллионов рублей и 3000 литров непосредственно концентрирующих шампуней на 1 миллион рублей. Вот на сегодня мы и работаем этими материалами. Справедливости ради можно отметить, что если дорожные службы хотя бы стараются поддерживать чистоту на улицах, этого не скажешь об отдельных гражданах, благодаря которым на дорогах можно увидеть не только пыль. Бутылки из-под пива, от лимонада бутылки, пучки и пачки также валяются, пакеты салопановые. То есть проблема поддержания чистоты на городских улицах, что называется комплексная, и только лишь техническими средствами ее не решить. Но решать надо хотя бы потому, что терпеть пыль и грязь на улицах – это недостойно неформальной столицы Сибири. Поддержал терроризм в соцсети, оказался в колонии. Далее в репортаже нашего корреспондента. История молодого человека, который около трех лет назад написал неосторожный комментарий и отправился в места не столь отдаленные. Изменились ли его убеждения? Сыну Дмитрия Каракозова уже исполнилось полгода. Однако растет ребенок без отца, так как молодой папаша уже на протяжении девяти месяцев вынужден жить и работать в колонии-поселении в Новосибирской области. Это у меня первый ребенок. Для нас обоих это первый ребенок. И очень тяжело разобраться. Я его вижу, только повидел, как он растет, что-то там как-то он меняется. Я даже еще не могу представить вообще, как я туда появлюсь. Просто вот эта встреча, не могу себе даже представить. Еще совсем недавно не мог мужчина себе представить и тот результат, который последует спустя два года после его комментариев в социальной сети по поводу террористического акта, произошедшего в новозеландском городе Крайсчерч. В 2019 году там зломышленник в двух мечетях убил 51 человек. Еще 40 получили ранения. Я написал, что человек сделал правильно, ответив террором на террор. Может быть, я это даже написал в порыве эмоций своих, не знаю. Не могу вам точно сказать даже. На тот момент я не думал. Да и на тот момент я вообще мало о чем мог думать. Потому что у меня был после тяжелой операции неходящий человек, лежал. Заняться нечем было. Мониторил в соцсети интернет. У Дмитрия в том году хирурги отняли часть легкого. Уже после молодой человек поправился и устроился на работу водителем. Жил и трудился он в кузбасском поселке Зеленогорске. И все бы хорошо, но в 2021 году давняя переписка в соцсети ему аукнулась. Я вез в начальницу пекарню на пекарню. Ехал грузиться. Круг хлеб разводил. Пожалуйста, стоят три мужчины, не незнакомых. Все. Чего говорят? Сначала ничего не говорили, а потом просто, когда я закончил свои дела уже делать, мне спрашивают, вы знаете, для какой цели мы приехали. Я думаю, кто это и что это, и зачем мы никого не пожаловали. Потом, естественно, уже машину передал, поехали в местный отдел полиции, там уже объяснили, рассказали, что да как. Первый Восточно-Кружной военный суд за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма приговорил Дмитрия Каракозова к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Да я не могу конкретно, я могу сказать только единственное, что люди задумывались над своими словами вообще, что они произносят, что они пишут, что они публикуют, независимо где, даже в обществе, будь это софсети или что-то еще, то все придется отвечать. И лучше подумать один раз своей головой написать это, чем потом, грубо говоря, год в своей жизни выкидывать. Некоторые осужденные, которые отбывают наказание так же, как и Дмитрий в колонии-поселении, но за другие преступления, такие как вождение в пьяном виде или кража, поначалу даже удивлялись, ведь вроде Каракозов никому вреда не принес, а срок дали реальный. Но если учитывать, что все в нашем мире меняется, в том числе и отношение государства к публичным высказываниям граждан, особенно в поддержку терроризма, то ничего странного в том приговоре можно и не найти. Похоже, принцип «вначале думай, а потом делай» становится в нашей жизни настоящим оберегом. Быстрое и безопасное такси, в котором водитель может выступить в роли экскурсовода. Пока звучит как фантастика, однако в том числе и такие цели ставят перед собой организаторы конкурса на лучшего водителя такси. Региональный этап этого состязания прошел в нашем городе. Что нужно знать и уметь делать лучшему водителю, а также какие перемены вскоре изменит рынок таксоперевозок до неузнаваемости, узнал Василий Акимов. Во всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси» наш регион участвует уже в пятый раз. И сегодня вновь на автодроме колледжа автосервиса собрались 16 человек, претендующих на получение этого звания. Среди них не только мужчины, но и женщины, посвятившие себя нелегкой работе в такси. Например, Наталья таксует уже более 10 лет. Говорит, что нужны деньги на воспитание дочери, поэтому и решила заняться этим непростым делом. Не бывает ничего невозможного, было бы желание. Всегда можно совмещать при желании и семью, и работу, и хобби. Для Натальи этот конкурс прежде всего способ показать свои умения и научиться чему-то новому. Хотя и призовой фонд в 30 тысяч рублей лишним не будет. А вот чиновники видят в нем способ повысить престиж этой профессии. Ввести рынок из серой зоны. Добиться в итоге того, что водители такси будут соблюдать правила дорожного движения, а в случае необходимости смогут даже выступить в роли экскурсовода. И не видят ничего страшного в том, что такие меры, скорее всего, приведут к повышению стоимости проезда. Я считаю, тот, кто готов получать услугу в надлежащем качестве, он за нее должен платить. Мы все выбираем на этом рынке то, что нас устраивает. И в том качестве, в котором мы хотим. Еще одна проблема отрасли санкции, введенные против России. И уход крупных автопроизводителей из нашей страны. После чего последовал резкий рост цен на автозапчасти и машины, еще остающиеся в автосалонах. Это стало серьезным ударом по отрасли все последние годы, существовавшей с весьма невысокой рентабельностью. Впрочем, от него автопредприятия постепенно оправляются и ориентируются на новых поставщиков техники. У нас же объявили о возрождении предприятия «Москвич», на него отчасти надежда. Часть, безусловно, заменят китайские бренды. Очевидно, что рынок сейчас смотрит на Китай, и не только рынок автомобильный. И все ожидают, что китайские бренды как раз заместят историю брендов, ушедших европейских. Навыки скоростного маневрирования, установка детского кресла и плавность вождения. Такая, чтобы ни одной капли воды из стакана, стоящей в машине, не вылилась. Все эти этапы конкурса весьма сложны, и по зубам далеко не каждому водителю. Хотя, наверное, и умение таксистов не терять оптимизма, даже работая практически без выходных, пытаясь заработать немного денег, не менее непростая задача. Так что такими конкурсами их не испугать. Лучший из них по итогам всех этапов регионального конкурса отправится на финал в другой регион. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru и в соцсетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok